добрый день все кто смотрит канал планета дзюдо я роман карасик сегодня мы продолжаем рассматривать различные приемы дзюдо которые можно выполнять в качестве тренировки с помощью вот такого замечательного борцовского манекена переодетого куртку кимоно дзюдо таким образом он становится не борцовским манекеном а манекеном дзюдо кимоно одетая на такой манекен улучшает качество тренировочного занятия и так сегодня я покажу вариант броска приема который называется две разновидности это уки гоши и огоши этот прием выполняется с помощью захватов двумя руками за кимоно и пояс значит одна рука многие знают уже за руках 2 рукой мы берем захват за пояс и на спине значит вариант за пояс когда мы делаем такой боли прием с подбивом таза так называемый огоши ауки гоши когда мы берем на спине так называемое сваливание с бедра ну давайте я покажу конечно же сразу хочу сказать что все мы разные люди да кто-то выше ниже толще или худой какого-то длинные руки короткие руки есть конечно свои нюансы но сама суть сегодняшнее сегодняшнего видео заключается в том чтобы мы рассмотрели вопрос как можно тренироваться и отрабатывать прием броски с помощью борцовского манекена переобороны для занятий дзюдо и так ну и конечно некоторые нюансы я покажу которые с моей точки зрения вожу итак мы берем захват и становимся в позицию для приема смотрите у меня вот такая позиция правосторонняя стойка значит правая рука берет за пояс или на спине вот так под рукой партнер я участвую я не сверху беру а в под рукой не партнера моего помощника молчаливого манекена борцовского вот здесь вот у меня допустим правосторонняя стойка правая рука на спине правая нога впереди левая чуть сзади и левая рука за рука что я делаю я делаю шаг вперед вот видите таким образом видите моим манекен чуть наклоняется так называемый кудзуши шаг вперед и сброс сброс бедра у кигоши не надо затаскивать его я не затаскиваю его себе не трачу много энергии для приема я только прижимаю чучело к себе и дальше идет сброс руками я как видите остаюсь стойки давайте вот так я покажу сейчас вот с этой стороны вот мой захват здесь я взял я его бросаю все он мне не нужен скорость вы можете регулировать сами желательно делать в две стороны вот сейчас я левую стороннюю стойку я иду в эту руку а рука которая у меня на спине я и прижимаю за спину к нему к себе вот таким образом когда делается огоши такой некий подбив на мой взгляд огоши выполняется в том случае когда партнер партнер начинает защищаться то есть он упирается тогда захват со спины может перейти за пояс и мы делаем следующий элемент смотрите первоначально мы делаем раз мой партнер упирается и не дает чтоб я его бросаю я перехватываю за пояс чуть-чуть приседаю и уже тазом выбиваю делаю второе движение я приседаю и тазом подбиваю это в случае если мой партнер начинает защищаться каким образом он может защищаться то есть он выставляет таз вперед и не дает чтоб я его бросил если он вытащил таз вперед тогда мне нужно ниже подсесть у кигоши я подошел и дальше начинаю скручивать ну немножко здесь может быть не совсем удобно еще немножко ниже меня манекен поэтому я делаю так вот сброс скатывания с бедра а огоши это большое бедро я буду его подбивать бедро ну я так вижу этот прием когда мой визаи мой партнер соперник упирается итак я делаю раз он упирается тогда я подсаживаюсь и бедром как тазом начинаю подбивать вот таким образом можно отрабатывать еще раз вот так покажу смотрите передняя нога которая ближе чуть-чуть она идет вперед голова отворачивает не получается не хватает не его он упирается я подсаживаюсь и с помощью ног и таза выбиваю и он у меня падает еще раз давайте какая здесь может быть ошибка ну зачастую многие делают так становится и вот эта нога идет назад смотрите что происходит вместо того чтобы мне бросок делать в ту сторону я сам себя затаскиваю назад и падаю а мне надо его бросить вот туда тогда мне надо и шаг делать в ту сторону я и делаю бросок еще раз не совсем верное решение когда эта нога идет сюда мои плечи уходят назад эффективное более решение когда моя перед ногой идет сюда давайте еще раз посмотрим на примере это же ошибка может быть и при других приемах которые бросаются вперед когда мы не шагаем вперед Вот сюда, бросок вперед, а мы начинаем шагать назад. Итак, смотрите, первый шаг вперед. Раз, прижал плотно и начал скручивать руками в действие. С помощью рук и плечей. Плечевой пояс у меня работает. И вариант, когда мой партнер упирается, в данном случае я отрабатываю щучок, поэтому я делаю рэс, он упирается. Я делаю подсаживочки и подбиваю тазу. Ну, вот такой вариант отработки приемов дзюдо, бросков дзюдо с помощью борцовского чутила, переоборудованного для отработки приемов дзюдо. Вот такое кимоно. Поэтому пробуйте, изучайте. Возможно, вы что-то найдете для себя интересное. С вами был Роман Карасьев. До скорого.